ома геннатимиранда сяк янжа нашел акаян чакшарун миллитаммина я основе чихи гуравей на мохан джа нич на плач его бахте бималовадут махарашки джа нич на плач его бахте сухирга своей махарашки джа нич на плач его бахте нир мало чари махарашки и диагональ ступай своего бахти рожан control махарашки идея я думал парамахам сапарев ради качар его ряд что тоже 6 мат бахте сундру говин дед sky махарашки идея я выступал парамахам сапарев ради качарева я что-то таро 6 мат бахте ракшак шлёрд играет махарашки и джай бога ван сила бахте седанцерас вайт такой покупать идея я умеешь на почту гаурки чердаст бабочки идея я умеешь на плачь его сочетана бахтинута курки я умеешь на плачь его дегон отхода с бабочем хорошие фиру пану гуру варгаки идея на матча решила хридаста курки идея на такой девочек идея и считание сразу от матка чарел ринды киде ящипа твиджа роман праву киджа я умеешь на патри шаре немцева чем ухтедан своем покупать киджа и соприкара шиши гуру гуран веган хоро гириха реже киджа ищи гирираж гвардхан киджа ищи не симхо дирках от махарашки идея ищи мать и тулусе махарани в ринды 9 и бахты в ринды киджа реки дорогие преданные доброго дня рады всех видеть нашей дневной программе продолжаем зачащим от болотом продолжаем считать чем от болотом из 1 2 5 наставление на раме вчера закончили исполняя обязанности в соответствии с указаниями сви кришны верховной личности бога человек постоянно помнит о нем его именах его качествах умного богатэ туб я вас удаляя 2 махи подъем на анирут хая на маха санкар сана яча так воспоем же славу васудевы и его полным экспансиям продюмни анирут хи и санкарши не согласно панчератре на райана является первопричина всех экспансий бога васудева санкарши на продюмни анирут хи эти четыре божества располагаются таким образом васудевы и санкаршина в центре слева и справа пройдем на справа от санкаршины анирут хи слева от васудевы их называют четырьмя адъютантами господа шри кришны этот стих представляет собой ведический гимн или мантру начинающийся санкара пранавы основу мантр составляет трансцендентная звуковая форма омна моды и махи и так далее смысл этого стиха в том что любое начинание как сфере кармической деятельности так и сфере эмпирической философии считается бесполезным с другой точки направленно на трансцендентное осознание верховного господа смысл этого стиха в том что любое начинание как сфере кармической деятельности так и сфере эмпирической философии считается бесполезным если он в конечном счете не направлено на трансцендентное осознание верховного господа поэтому народа же объясняют природу беспримесного преданного служения основываясь на собственном опыте развития близких отношений с господом в процессе поступательного преданного служения процессе поступательного преданного служения то есть при этом служение на развивается поступательно постепенно такое поступательное развитие трансцендентной преданности господа достигает своего эпогея в любовном служении господа называемым премой который является который проявляется в различных трансцендентных формах называемых расами вкусами такое преданное служение может быть и смешанным то есть иметь иметь примесь кармической деятельности или эмпирического спекулятивного философствования вот и все дается ответ на вопрос великих риши возглавляемых шаунакой о самых сокровенных достижениях суты которых он добился с помощью своего духовного учителя ответ на этот вопрос дается форме гимна состоящего из 33 букв эта мантра обращена к четырем божествам господа с его полными экспансиями центре находится господь щекришна поскольку его полные части являются его адъютантами самая раскровенная часть этого наставления стоит том что человеку следует всегда помнить и воспевать величие господь щекришны верховной личности бога и его различных полных частей формах экспансии васудева санкаршина продюмные они руки где экспансии являются изначальными божествами для других истин то есть для вишну таттв и шахте таттв и тимуртия абхидганина мантра муртин амуртикан яджати ягнапуруша са сам ягдаршанаха пуман таким образом воистину видит тот кто поклоняется 300 день тому звукового образа верховной личности бога вишну не имеющего материальной формы таким образом воистину видит тот кто поклоняется трансцендентному звуковому образу верховной личности бога вишну не имеющему материальной формы наши чернишь не чувство создана из материальных элементов и потому не способны совершенстве познать трансцендентную форму господа вишну поэтому поклоняются его звуковому образу с помощью трансцендентного меда метода произнесения манта все что выходит за пределы наших несовершенных чувств можно полностью понять через звуковой образ тут кто-то когда кто-то находится очень далеко а его существование можно судить по издаваемому им звуку если это невозможно материальной сфере то почему невозможно в духовный речь идет не о таком-то смутном безличном ощущении это подлинное ощущение присутствие рецидентной личности бога обладающей чистотой обладающей чистой формы вечности блаженства и знания в слове санскрита амарокша слова мурки имеет двойное значение форма и трудность поэтому а чарящий ванг чекровать огур объясняет что слово амуртиком означает без затруднений наши изначальные духовные чувства способные воспринять трансцендентную форму вечного блаженства и знания можно оживить повторением священных мантр или трансцендентных звуковых образов наши духовные наши изначальные духовные чувства способные воспринимать трансцендентную форму вечного блаженства и знания можно оживить повторением священных мантр или трансцендентных звуковых образов этот звук следует воспринимать через прозрачную среду истинного Духовного Учителя и практиковать повторения согласно его указаниям. Этот метод поклонения рекомендуется в признанной авторитетной системе Панчаратрики. Система Панчаратрики является наиболее авторитетным сводом правил трансцендентного преданного служения. Без помощи этих правил невозможно приблизиться к Господу. И уж, конечно, тут не поможет сухое спекулятивное философствование. Система Панчаратрики одновременно практична и вполне соответствует условиям нынешнего века раздоров. В текущий век Панчаратрика важнее веданте. Система Панчаратрики одновременно практична. Система Панчаратрики одновременно практична. Связь с Господом через трансцендентную звуковую вибрацию неотлична от духовного целого Господа Щекришны. Это совершенный метод обращения к Господу. Такая чистая связь с Господу может возвысить преданного над материальным уровнем и помочь ему понять глубинный смысл ведических писаний, включая бытие Господа в его доцент на обители при условии, что эта связь не обращена с ее оскорблениями, порожденной материалистической концепцией жизни. Везде подчеркивается, что через звук мы можем прийти к сознанию и взаимоотношениям с Господом. Господь постепенно раскрывает себя тому, кто непоколебимо верит в Духовного Учителя и Господа. После этого преданно одаряется мистическими богатствами, которых насчитывают восемь. Но самое высшее достижение – получить возможность войти в круг приближенных спутников Господа и заниматься каким-либо ословым служением ему под руководством Духовного Учителя. Чистого преданного больше интересует служение Господа, чем демонстрация дремлющих в нем мистических сил. Шинарда объясняет все это, ссылаясь на собственный опыт. Таким образом, совершенствуя процесс успевания звукового образа Господа, человек может получить те же возможности, какие обрел Шинарда. Этот путь открыт к любому, но при условии, что троцветный звук принимается от представителя народа, принадлежащего к нисходящей цепи ученической преемственности, то есть к системе парампоры. Твамапи адабхадршрута вишрутам вибхо, сама пяти и наведом буху цвета пракехи дыха ирмухур ордит от мана санклеша нирвана ушанти на нет поэтому суббоговали описать деяния всевогущего господа которых ты узнал благодаря всестороннему изучению лет ибо это удовлетворит желание великих ученых мужей и то же время облегчит мучение большинства простых людей вечно страдающих от материальных несчастье поясе нет другого пути избавления от этих страданий исходя из своего практического опыта шинарда муни утверждая что лучшим средством разрешения проблем материальной деятельности является распространение trance идентной славы верховного господа исходя из своего практического опыта шинарда муни утверждая что лучшим средством разрешения проблем материальной деятельности является распространение трансцендентной славы Верховного Господа. Существует 4 категории добродетельных и 4 категории дурных людей. Добродетельные люди признают власть всемогущего Бога и потому интуитивно ищут прибежища у Господа, когда испытывают трудности, когда нуждаются в деньгах, когда обладают глубокими познаниями и когда стремятся все больше и больше узнать о Боге. Поэтому народу же советуют висадеве распространить трансцендентное знание о Боге, используя необъятные ведические знания, которыми он обладал. Что касается дурных людей, то они также подразделяются на 4 типа. Те, кто просто привержен к прогрессирующей кармической деятельности и из-за этого испытывают сопутствующие ей страдания, предающиеся порочные деятельности для удовлетворения своих чувств, страдающие из-за ее последствий. Те, кто обладает обширными материальными познаниями, но страдают из-за того, что у них не хватает здравого смысла принять власть всемогущего Господа, а также те, кого называют атеистами, то есть осознанно ненавидящие даже имя Господа, несмотря на то, что постоянно испытывают затруднения. То есть, что касается дурных людей, то они подразделяются на 4 типа. Те, кто просто не привержен к прогрессирующей кармической деятельности и из-за этого испытывают сопутствующие страдания, предающиеся порочной деятельности для удовлетворения своих чувств, страдающие из-за ее последствий. Те, кто обладает обширными материальными познаниями, но страдает из-за того, что у них не хватает здравого смысла признать власть всемогущего Господа, а также тех, кого называют атеистами, то есть осознанно ненавидящие даже имя Господа, несмотря на то, что постоянно попадают в изотруднение. Щенараджи советовал Грисадея описать славу Господу на благо всех восьми типов людей, и дурных, и добрых, и дурных. Таким образом, Шимат Бхагавата предназначается не для какой-то одной из секты или типа людей, а для всех искренних душ, действительно желающих себе блага и спокойствия ума. Так заканчивается комментарий Бахтиданта в пятой главе первой песни с Шимат Бхагаватом, которая называется «Нарда дает висадели наставления по Шимат Бхагаватам». Так, следующая глава, шестая, беседа народа с висаделой. Сута Овача Ивамни Шамья Бхагаван Дивар Ширджан Макармача Ояпа Прачхатам Бхраман Яса Сатья Ватисутаган Сута сказал, «О Бхраманы, слушая историю рождения и деяния Шинарды, висадела воплощение Бога и сын Сатьевадия задал следующий вопрос. Висадела был любознательный, хотел узнать больше о совершенстве Нарда джи. В этой главе Нарда джи расскажет ему, как ему, поглощенному трансцендентными мыслями разлуки с Господом, удалось удостоиться короткой встрече с ним, когда эта разлука стала слишком мучительной для него». Шивисадела сказал, «Что ты, народа, делал после ухода великих мудрецов, наставлявших тебя в трансцендентной науке еще до начала твоей нынешней жизни?» Висадела был учеником Нарда джи, поэтому, естественно, хотел знать, что делал Нарда после посвящения полученного им от духовных учителей. Он хотел следовать поступам Нарды, чтобы достичь той же ступени совершенства. Желание задавать подобные, желание задавать духовному учителю вопросы – существенный фактор на пути к совершенству. Для этого метода есть специальный термин, он называется «Свадхарма Причха». «Свадхарма Причха» «Нарда про variety свекших арбъя Practica» «Не Kaneu», «Вамбрамы» Как протекала твоя жизнь после посвящения, и как ты получил это тело, покинув прежде состарившийся свой срок? В предыдущей жизни Шинара Дамуни был сыном обыкновенной служанки, поэтому очень важно знать, как он преобразился, обретя совершенное духовное тело, вечное, исполненное Блаженство и Знание. Что будут творить всех, Шиви Исадева попросил его рассказать об этом. Пракалпа вишаям этом, смритим темуни саттама, нахишавья ватхаткава, виша сорва, ни рак крити. О, великий мудрец, в положенный срок время уничтожает все. Как же эта история, произошедшая с тобой еще до наступления нынешнего дня Брама, осталась в твоей памяти свежей, не затронутой временем? Как нельзя уничтожить дух, уничтожив материальное тело, так нельзя уничтожить и духовное сознание. Духовное сознание Шинара Дамуни сформировалось еще в предыдущей Кальпе, когда у него было материальное тело. Сознание материального тела – это духовное сознание, проявляющееся через посредства материального тела. Сознание материального тела – это духовное сознание, проявляющееся через посредства материального тела. Это низший тип сознания, оно извращено и подвержено разрушению. но сверхсознание, сверхдуша на духовном плане то же самое, что духовная душа поэтому оно не подвержено уничтожению ну что, на этом мы закончим Хари Харая Намакришна, Ядавая Намаха Ядавая Мадхавая Кишавая Намаха Ядавая Мадхавая Кишавая Намаха Нанежноwatch Полковицая Мадхавая Кишавая Кишава Ядавая Мадхавая Мадхавая Кишавая 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 Мадхава Киш bitter babe посвящен Хорошась к бог exactly kept Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 я лично плачула бах тебе мало вадут махарашки я лично плачула бахте суд хирга своем хорошие идеи я лично плачула бахте не рмала чарим хорошие идеи я умею что плачула бахте рожан макасуду махарашки дядя он вступает я еще считаю сразу от матка чаре в римбеке я джай шипат виджа роман пробуки и джай джай он вишну патвиш вареньем шивачебах тебя на своем прокопатки джай-джай бахте амрит махавир махарашки джай-джай шипат бахте ашрайданди махарашки джай шимати бахте лолита дэви киджай джай вся слава всем преданам киджай джай божественный месяц шипарушаттам киджай джай бур приманан де хариво джай 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 Харе Кришна, дорогие преды, на этом наша дневная программа закончена Встретимся, может быть, вечером Если Авадута Махаража будет в это время, то Авадута Махаража смотреть Поэтому посмотрим или завтра встретимся, если повезет Харе Кришна, всем дандалаты, всем поклоны, удачного духовного дня Харе Кришна, не забывайте о главном Время и энергия – это то, что единственное, чем мы располагаем Когда мы направим свое время и энергию, такой результат и получаем Всем поклоны, дандалаты